привет я уже готовилась как-нибудь сделаем здравствуйте выше просили ирисы да чтобы посветлее было надеюсь нормальное будет у нас с вами качество я уже подготовилась один нарисовала глянцевый привет привет один нарисовала глянцевый 1 нарисовала матовый привет девочки молодцы что рисуете короче вы меня еще подстегнули на то чтобы немножко тоже пошевелиться потому что все мы ленивые жопки скажите правда ведь все мы с вами не любим напрягаться сейчас пока все подсоединяются я вам расскажу историю очень такой интересный может быть кто не знает просто вчера девчонки попросили ирисы я думала думала в какой технике показывать и поняла что все-таки надо немножко уходить нам с вами в московую технику именно в жестовскую потому что в любом случае как я вам и обещала мы с вами и думаю же в конце этой недели будем пробовать розы пионы жестовские потому что на самом деле это все очень просто эфиров нет я собираю онлайн курс и вы можете написать в директ мы сейчас собираем контакты и мы сделаем скидку там ну вот кто в эфирах был сирень в основном можно в китайке нарисовать можно в акварели нарисовать но мы с вами сейчас о другом дайте я сейчас поболтаю пять минут с вами до жестового не все могут рисовать сейчас девочки переведу экран на себя я как обычно спустилась сегодня потренировалась и еще мне к вам большая просьба не думайте что с одного типса у вас будет все идеально хотя бы три да вот я всегда сначала тренирую сделаю там парочку смотрю какие у меня нюансы чем не исправить как можно это все изменить и начинаю уже ну как сказать исправляться смотрите откуда на самом деле я училась этому правда училась мы ездили были в деревне жестово это московская область мы учились это целая династия этой росписи художников это было мне кажется лет наверное пять назад но очень давно честное слово и мы учились у ларисы юрьевны гончаровой и здесь вот у меня такая вот книжка подносы да вот вдохновиться если вот кто прям любит обожает рисовать то знаете на пользу честно но мы с вами все это переносим в маникюр в ногти и немножко работа масляными красками и гелевыми красками чуть-чуть отличается это я рисовала это я рисовала вот пять лет назад у меня просто все это сохранилось эти написаны ирина здесь лилия здесь ирисы именно те которые действительно вот есть в жестово не просто там маски ляп-ляп скажи подскажите нет ли материалов от ими рисовать в принципе не получится не могу сказать честно потому что мы работаем только на ими как бы другие краски выше как бы понимаете это нужно знать технологию и нужно знать нюансы самое главное чтобы они были такие густенькие гелевые густенькие и так я очень хочу вас влюбить в эту технику очень хочу чтобы вы попробовали и сегодня мы разговаривали со святой ким из москвы преподаватель и очень интересно я не знаю если в сейчас прямом эфире мамы или нет они короче сделали тест с моего эфира как я говорю да что даже человек который не умеет рисовать если есть желание то вы сто процентов научитесь потому что я все разбиваю на очень понятные схемы потому что я сама не художник и часто вот ну дотумкиваю как это нужно преподнести как это вот выстроить может быть где-то что-то там и не совсем получается но как бы рисую и я не художник и сегодня вот она мне показала просто говорит мы поставили эксперимент мама нарисовала нарцисс со мной на бумаге очень красивый мама бухгалтер мама не художник поэтому я вам говорю перерисовывайте за мной схемы на бумагу потому что схема это очень важно обращайте внимание какой подъем лепестков да как углу вот если про нарцисс говорить насколько там этот стаканчик углублен пробуйте 12 типс это мало если хотите рисовать поставить на поток минимум 5 надо рисовать у вас сейчас есть все равно время пока я вот честно не представляю уже привыкла так каждый день в 13 часов выходить в эфир то что я там с вами рисую здесь сейчас на всех может быть дай бог отпустят конечно это очень нужно всем уже нужно работать и так ну что сегодня нарциссы вы просили еще раз если вам покажу уже на экране посмотрите я думаю что все будет у нас с вами хорошо и у всех получится весь курс который я пишу я его пишу уже с прошлого понедельника получается с 30 марта там очень большой поток информации весь его там не на youtube не агитиве никуда выкладывать не буду вам сразу говорю мы с вами я решила что я его запишу и сделаю онлайн курс и сделаю кто был со мной бы я вам делаю очень хорошую скидку потому что здесь я прямо наверно так его и назову я вот честно даже не планировала просто села с вами рисовать и вот так меня натолкнуло что все-таки хочу сделать от мазка до жестого вот хочу прям именно наверное такую тему взять и кто был если вы захотите потом эфиры уроки они сжаты я их всех смонтировала чтобы они были там 15-20 минут чтобы от лишней болтовни не было я все это заново там переделываю переписываю вот вы потом напишите нам в директ мы запишем ваши контакты как только все будет готово мы его смонтируем я думаю уже на следующей неделе что вы сможете его там приобрести совсем по такой небольшой цене и так начинаем я думаю уже все собрались кто хотел да так переворачиваемся чё-то я чихаю к тому же так перевернемся перевернемся уберем фильтр до будем встречаться я согласна я буду с вами встречаться так смотрите а здесь сейчас я покажу вам еще раз что я рисовала до как близко очень вот так вот взять вот вам показать откуда это я вообще вот сама рисовала потом мы это все сушили запекали и вот из этой схемы как раз мы с вами нарисуем ирис в мазковой техники техники жесткого так очень важно все таки научиться делать мазки поэтому сегодня мы с вами начнем еще раз кто к нам недавно присоединился мы начнем с вами с мазковой техники можете пока покрытие сделать я взяла голубой твине можете любой гель-лак взять какой-нибудь там даже бежевый пойдет и смотрите для того чтобы сделать мазки мы с вами берем какой-нибудь темный цвет сейчас я девочки вы уж потом вариации свои там сами делаете я пока не читаю комментарии журнальчик я покупала там когда вот училась пять лет назад поэтому сейчас даже не знаю как вы его сможете приобрести и так слайдер топ делаем покрытие еще раз я вам покажу как поставить мазки слайдер топ мы будем сушить 30 секунд такие основные все вам покажу суши сейчас мы работаем по бесконтактной доставки если вы что-то хотите там приобрести купить без проблем слайдер топ это специальную на 100 для декорации с липким слоем и так кисти которыми я работаю на курсе три штуки всего лишь минимум да это мазок вот такая кругленькая немножко пухленькая линеарная кисточка для тонкой прорисовки и овал овал у меня 3 дробь 0 можете взять к зо 0 0 без разницы схема мы будем рисовать еще раз про мазки и мазки мы ставим вот этой кисточкой овал и очень часто вот у девочек вопрос такой что не так что не так и так сам по себе мазок если он прямой сейчас я вам девчонки покажу вот так вот да вот мы поставили с вами мазок и протянули на одну треть он должен быть плотный здесь краска жирно должна не жирно на плотно лежать на еще одну треть он начинает подтягиваться уже плавно и в конце прям буквально тонкие тонкие ножки будут сидеть набираем краску белая импаста например вот у меня есть в основном самая популярная краска все цветы мы из тени выводим в свет и так поставила вот раскладываю смотрите я делаю вот кругленько вот немножко как бы туда даже наверх краску выпищивая спускаюсь чуть чуть вниз от этой краски оставила ее наверху да и кисточкой аккуратненько аккуратненько вот приподнимаю что вот одни ножки у меня остались плотно и пошла краска уже стягиваться и еще такой момент если вы слайдер топ просушили и сразу по нему не рисуете он у вас пересохнет это вот одинарный мазок прям берете ромашку и тренируете мазки вот смотрите да плотно положила чтобы краска в начале плотно стояла теперь вы уходите вниз и подтягиваете ножки дальше двойной мазок поставили не очень неудобно прям вот самую самую малость набирают только на кончик чуть-чуть опять вот подтянула стоит у меня краска видите как мне даже прорисовка не нужно когда я буду рисовать кисти резать нужно умеючи иначе вы так нарежете что вообще ее испортите 2 например мазок поставили раздвинуть надо пошире да вот рядышком поставили нажали подтянули и можно даже его сделать тройной если нужно дальше это передние маски есть боковые когда нужно выделить например как вот здесь у меня да вот смотрите ирис вот здесь краешек выделят слева а здесь справа наша с вами кисть и мы с вами набираем либо на левую часть либо на правую часть начнем с мазков научиться смогут рисовать все я сейчас набираю на левую часть да и вот например присоединяюсь сюда рядышком поставила нажала подтащила кисточку прям вот чуть-чуть на ребро даже теперь наберу на левую часть и сделаю этот мазок двойным чуть выше поставила увидите сразу четкий контур должен быть чтобы потом у вас минимум обрисовки было нажала и опять вот подтягиваюсь в эту же точку и на правую сторону набираю то же самое да вот можно поставить одинарный для этого поставили видите много лишние сняли раскладываете и нажали тоненькая подтянули в этой технике можно рисовать девочки вот просто даже монохромные мазки красивые неполноцветные когда там подмалевок свет тень когда умеете ставить вот такие вот мазки чистые даже я вам просто сейчас белой краской мазками там нарисую розу она будет шикарно да вот и это нужно важно это нужно вот этому учиться вот именно вот это основа жестова если вот это умеете делать то не вопрос все будет очень круто сушим в лампе я не буду эфиры девочки повторять все будет в онлайн курсе напишите в директ мы его когда смонтируем всем кто был у нас в эфире всем дадим скидку хорошую хорошую потому что это знаете как для каждого повторять все равно будет куча недовольных мы начали от 30 марта сегодня уже девятая верно ежеджи в днях запуталась да сегодня уже девятая поэтому я там каждый день 1 тоже повторять не простите мои хорошие не могу и итак с мазками все понятно поставьте плюс чтобы я понимал что вы вообще поняли о чем я вам говорю да 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 супер есть набор кисти для жестовской росписи но вот я вам честно скажу я использую в основном ну вот овал 0 0 либо овал вот эти вот ну она какая-то вот три дробь на то что она очень универсальная ей можно и короткие мазки поставить и длинные мазки и все что вы хотите дальше вот эти мазки нужно сушить в эми лампе одну минуту иначе когда вы топом будете покрывать они у вас потянутся потому что импаста очень пигментированная вот белая рафинада в ней очень много пигмента и если вы не досушите все свезется если лампа слабая можно сушить и 2-3 минуты чтобы точно у вас досохло и ничего не потянулось было чисто так дальше схема на бумаге как я вам и говорила всегда представляете ну вообще на какую фигуру похож цветок я вот тут раскидывала его вот честно с вами его нарисуем смотрите примерно все равно он вписывается в овальчик да вот такой вот яичко короче давайте овальчик так будет вам проще не ошибетесь дальше сверху 1 2 3 там у нас с вами дальний ряд вот дальний ряд потом чуть ниже спускаемся и вот закрываем в этом овальчике 1 2 3 такой вот лепесток будет у нас дальше не буду комментарии читать не отвлекайте это очень долго иначе будет 1 2 3 дальше следующие смотрите и вот здесь боковые чуть-чуть выйду раз-два и с этой стороны тоже самое чуть-чуть выйду раз-два так немножко повыше надо то и чуть размахнулась но мы чуть боюсь это понятно да что это овальчик вот он был у меня овальчик чуть-чуть я вот здесь вот с бачка вышла и и дальше смотрите выходят лепестки такие вот раз эти как в одну сторону и снизу в другую сторону как пол пол круга в половина овальчика и собираем с вами сейчас еще подальше сделала собираем с вами дальний ряд раз два три до хвостик раз два три один прямо такими приставными шагами раз два три и снизу то же самое раз два но если честно мы с вами не уместим вот два листа да потому что цветочек все равно нужно в диагональ ставить обычно вот так вот получается если уместиться у нас с вами такая вот здесь как кукурузка да будет здорово и веточка нет только что начали можете вот посмотреть мы только что рисуем схему и так овальчик овальчик снизу вверх снизу вверх да вот обязательно чтобы подъем был и дальше девочки просто как собираете вот и сейчас объясню что это такое у меня вот почему я так неровно рисую представим что как будто это у меня кисточка овал маленькая да вот смотрите я прям по маскам вам сейчас разложу раз два три три маска дальше выставим раз два три три маска с этой стороны раз два маска здесь два маска и вот эти вот нижние тоже чтобы понятно вам было начинаем короткий остановились длинный и еще один длиннее короткий да еще и длиннее они все уходят по идее вот так вот смотрите раз два и третье уже заворачивается сюда вот раз два это вот именно по маскам чтобы вам видно было поставили плюсы кому понятно и я перехожу уже дальше я понимала что вы меня слышите и народ ничего не виснет вы меня слышите хорошо все нормально тишина все спасибо лена лена самая первая присоединяется самую в первых пишет теперь мы с вами расположим давайте тени ну однозначно внутри вот здесь да у нас будет с вами тень может с вами договорились вот так клеточка и и обозначать тень наверх уходит полу тень растушевка всегда вы должны понимать вот углубление одна треть это тень еще одна треть это полу тень и еще одна треть на верхушке которая остается это свет дальше то же самое здесь маски пошли вот отсюда да вот они раз два три значит вот так будет у нас с вами располагаться тень вот откуда у вас идут маски там свет вот здесь полу тень следующая здесь два маска в любом случае это свет вот здесь на одну треть тень на одну треть получи и также вот раскидываем я девочки просто училась у профессиональных художников я прекрасно понимаю как это сложно иногда у нас был один такой опыт закройте глаза и представьте форму там головы зайца я чуть не умерла тут же вообще какая глава объясни мне это квадрат круг треугольник ты вообще о чем вот поэтому я прям вот вам очень очень подробно хочу чтобы вам было это понятно дальше середина углубления да у нас с вами пойдет тень вот здесь в середине потому что мазки будем вот так собирать и вот здесь у нас будет с вами вот тень вот так она пойдет и чуть-чуть мы ее растушуем то же самое здесь вот в глубине да вот тоже чуть-чуть заходим и вот на листьях она вот так будет и немножко тоже вот ее чуть-чуть растушевать с тенями все понятно если все понятно идем дальше а сделайте скриншот чтобы вам не потерять а еще забыла можно там поставить вот такие вот там тычинки если нужно ну не знаю мы как-то я не люблю на типсах вот я люблю больше знаете так когда лаконично попроще что ли поменьше когда всего я бы даже вот честно сейчас если научитесь ставить маски можно даже девочки не прорисовывать там так круто смотрится даже вот тюльпаны я сейчас понимаю вот открытые тюльпаны девчонки пишут там что это ландыши они из-за того что они прорисованы их надо делать ну как бы тогда без прорисовки тогда будет прям очень все хорошо понятно скриншот сделали я убираю листочек свой да и мы учимся на самом деле все просто не ставьте себе никаких блоков поймите я на пианино раньше играл и вообще если бы никто сказал что я там буду рисовать я в умрак упал наверно вот а сейчас рисую даже вам схема объясняю и делюсь своими знаниями потому что я ничего не боюсь и вам советую просто пробуйте сравнивайте и ни одним тип сам вы научитесь рисовать прям рисуйте серию 35 прям побольше и так убираем наш с вами овальчик я оставляю белый лист чтобы мне было удобно и начнем сейчас рисовать все готовы не торопитесь только так 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 я кстати болтала болтала с вами фон сама не сделал я беру твини как раз тут пришли образцы вообще кайфовый невозможно гель он для длины берете база medium первый слой и потом делаете укрепление если ногти слабые как тряпки запечатайте либо изнутри чуть-чуть ноготочек выпиливаете и покрываете потом ультрашайном чтобы там грязь не скапливалась да сейчас лето огорода будут у всех особенно например если ногти там короткие можно запечатать а если они уже переходят в длину там уже смысла нет там все равно когда форму выводите ногти грифозные в основном очень часто и на длине там нужно чуть-чуть изнутри почистить и пройти ультрашайном короче нужно тоже знать когда запечатывать такой голубой цвет у у меня красивый я сушу в лампе и так чем я работаю на нашем марафоне еще раз чтобы вы могли записать если есть там вопрос пишите часто девочки еще раз вам нужна импаста классическая сегодня я буду голубой лазурью работать синие посты синяя плюс белая и чуть-чуть там если надо тень очень темно сделать можно в нее гранатовый сок добавить дальше я работаю неоновыми импастами это то что вам всегда пригодится для росписи или например вы захотите там курс купить да вот хотя бы лимон бабл гамм и адреналин три импасты кисти я вам уже показывала и еще я использую витражные гель-лаки для зелени чтобы найти как если еще в жестого рисовать листья то это вообще до морковки новозагово не будете сидеть и рисовать вот это для листьев я использую ну и вообще витражи они красиво знаете когда чё-то не ровно тень какая-то легла то можно сейчас где-то не ровно тень легла можете там исправить голубым витражом все больше наверное ничего не надо ну и топ слайдер слайдер вельвет и теклас три основных топа матовый с липким слоем для дизайна и без липкого слоя теклас так поехали здесь дисперсия может быть жирная поэтому я возьму обезжириватель и эту дисперсию убираю чтобы она мне не мешала так смотрите для я беру да вот у меня синяя импаста она очень темная поэтому я в нее добавляю белый и делаю достаточно такой плотный синий цвет для подмалевка не совсем светлый светлый там такой прозрачный довольно таки синий плотный потому что мне потом еще нужен будет для мазков светло-голубой вот я его сразу поставлю и еще потом нужен мне будет чисто белый для самых светлых мест я конечно все стараюсь упрощать потому что я прекрасно понимаю на клиентах в этом ничего не нарисуете итак я сейчас буду работать вот этим оттенком темно-синяя пастель я уберу стекло чтобы ничего вам нормально видно и так ставлю до даже наверное чуть выше девчонки возьму чтобы побольше было заметно раз-два и здесь вот три спасибо дальше если очень вам тяжело да будем рассчитывать например что если мастер не рисующий кисточка кстати было овал вы можете взять и нарисовать себе помните как я вам говорила вот это вот часть прям берете или не арка и и накидываете два три вот из трех элементов как будто бы состоит дальше вот здесь боковушка и вот здесь боковушка чтобы вам в контур попасть чтобы он там не косой был не съехавший я-то как бы ну нарисую я вам упрощаю жизнь что можно просто взять линеарку и вот линеарка все это накидать да получится просто мазки краска на краску сам посты помешайте не страшно будет итак теперь закрываем мазками да раз-два-два вот здесь вот с этой стороны нас это приятно когда вы пишете что там я вас вдохновила что вы рисуете и сюда чуть-чуть тоже можно пошире чуть-чуть сделать кто-то там краски достал поверил в себя вообще круто два три вот и подсоединили сюда бутончик такой сделали дальше мы с вами рисуем вот эти вот нижние можете просушить на этом этапе вот помните мы с вами договаривались ну и конечно здесь их прям чисто два не будет короче в углублении вот такие вот можете взять кисточку мазок если мелковато получается да вот массу можно и на мазок перейти и пошли соединяем 1 2 3 спустили и снизу еще раз-два насколько уместится мне обязательно том что у вас здесь может быть один такой вот он большой лопушок мазок тоже можно раздвинуть вот эту кисточку там у нас вообще невидимая зона пара мазочков поставили и все мазок 3 натуральная кисточка не очень удобно будет ей попробуйте конечно но лично мое мнение что не совсем удобно будет так все поставили можно вот доработать верхушки немножечко повыравнивать форму подкорректировать сушу в лампе к заем 0 идеальный мазок 0 все кисти которыми я работаю это синтетика надо мазок поменьше до сделать я беру кисть мазок надо покрупнее я беру овал вот и для тонкой прорисовки линеарку для тени мы с вами будем использовать просто чисто вот эту синюю импасту не будем ее ни с чем смешивать чистую синюю импасту и так вот здесь у нас с вами тень договорились мы да можно даже так тоже подведу тоненько вытащить как бы листики здесь у нас отделены кисточку берете потом мазок чтобы хорошо растушевывалась можно чуть-чуть кисточку в топе смочить потому что импаста же без липкости и вот не очень может хорошо растушевываться тень чик-чик-чик вытираю и еще раз вот подтягиваем по сухому можно подсушить теперь у нас с вами тень помните да куда мы расставляли но однозначно то что она внутри сидит здесь и закрывает вот эту половинку там сухой кисточку берете поставили и пошли растушевывать потихонечку я более небрежно все на клиентах делаю потому что все равно они особо ничего не понимают поставили здесь вот чуть-чуть углубили слушаем дальше у нас с вами тень на боковых просто я перед вами тут сейчас изгаляюсь если честно вот здесь и вот здесь вот она тень по бокам выше мастера я же не могу упасть лицом в грязь нужно вас чем-то удивить спасибо что отмечаете не иногда правда в личном аккаунте такой завал я не всегда даже ну просматриваю но все равно мне очень приятно невозможно и на листьях тоже прям 3 секунды подсушила вот здесь получается в середочку да выставляем вот углубление ну и там тоже ой спасибо что я так хорошо все объясняю я все этот весь путь прошла представьте 8 лет назад я приехала учиться в эме да на преподавателя естественно там коленки тряслись это сейчас у нас екатерина николаевна такая более лояльная раньше нужно было все сдать и четко и не хотела же лицом в грязь то упасть вот и старались рисовали и перерисовывали и и я вот всегда доходила потому что мне было вот правда вот мне тяжело все равно было конечно срисовывала но все равно тяжело как вы решили стать преподавателем не знаю просто так получилось мы познакомились с кати на выставке в нижнем новгороде просидели у нее весь день проболтали никого не было тогда было девять лет уже назад и я показала работы сказала что у меня там свой салон девчонки в этом со мной работают многие до сих пор даже работают со мной выросли умнички вот кто там своей дорогой пошел со всеми хорошие отношения и так получилось что она меня вот как бы пригласила мне стало интересно я решила попробовать поехала в ростов добавляющих просто чуть-чуть ой шесть нарцисс все выбросил не надо выбрасывать надо всегда хранить и видеть прорыв да с каждым последующим как у вас будет все лучше и лучше и так если вдруг что-нибудь с тенью да там у вас не получилось можно взять витражный гель-лак если есть здесь вот двести пятьдесят третий и вот этим витражом чуть-чуть вот если пройти можно знаете как вот немножко прямо сверху взять да и повыравнивать это на всякий случай это не обязательно кстати я вам просто показываю если вдруг у вас там тень не очень легла он сгладят не надо так думать вот чё не надо просто сначала скорее всего не сначала марафона нашего рисуете сели решили попробовать мы то уже тут много чего нарисовали нет получится у всех я вам говорю вот у свет и у и у маргариты ким мама бухгалтер сидела вчера и нарисовала на бумаге нарциссы все это действительно доступно вы главное научитесь вот это делать о вот это основа основа вот это если у вас получится аккуратно мягко чисто то все будет супер дальше просто форма схему учитесь овал круг да там треугольник из чего это вообще состоит и так накидали дальше смотрите можно сверху этим же витражом аккуратненько поставить какие-нибудь вот такие ляп-ляпы что сейчас это же модно такие небольшие липушки сверху а внизу я беру зеленый и коричневый витраж смешиваю между собой получается такой травяной красивый цвет и здесь акцента у меня на листья девчонки не будет я их просто поставлю такие вот аля как будто они у меня там есть даже возможно попрозрачнее чтобы были немножко если лишнего где-то там что-то подставили не страшно нужно где-то до убрать новокузнецкий уже салона открыли нам написала лисичка я так рад за них все будет хорошо девочки главное вот используйте время свое эти как используют пока с вами рисовала решила что онлайн-курс будет тоже польза а свои например онлайн-курсы мы сможем там своим девочкам делать акции за какие-то покупки дарить тоже же прикольно нас три школы я вот до пензы вообще не доезжают и девочек никогда все подмалевали тень поставили теперь мы с вами покрываем слайдер топом сушим 30 секунд тушки мне кажется пока я объясняла мне надо сейчас перри заходить будет иначе у нас с вами слетит эфир давайте я перезайду хорошо потому что пока я схемы маски делала очень много времени пришло или давайте маски хотя бы поставлю 30 секунд краску я беру голубую вот нельзя сразу на темно-синий да на темную такую пастель брать белую импасту здесь я буду работать сейчас вот этой вот голубой у меня есть буквально 15 15 минут у меня есть я слежу за временем я же зашла где-то в 13 05 может успеющим так 30 секунд поехали на самый край набираем ставим кисть овал здесь смотрите прям сухой кисточкой вот что остается я наверное просто ну я очень большой фанатик я фанатик бренда это просто не знаю так нам тоже нельзя но я люблю и считаю что и вместе с нами этот бренд с такими как я как-то наташа алтухова мастера девочки которые вот работали все вместе вот сделали этот бренд поставили дальше опять светло-голубой да в центр выставляем вот раз подтянула 2 подтянула только наташку вспомнил на самом деле у нас целая семья и мы все общаемся дружим даже если вы например там куда-то переедете мы всегда все на связи теперь боковые ставлю девочки боковые 1 на бачок-то на левый бачок набираю на бачок-то на левый бачок набираю ноташи сейчас готовится конкурсу там тоже классно они тут взяли все первые места очень у нее кто-то хочет в конкурсе по росписи поучаствовать прям вот все к ней эми саратов а значит там набирает команду там что-то участие вообще не очень дорогое как по маслу идет вот смотри вот здесь мне тоже не хватает ничего страшного на бачок еще набираю поставлю и там доработаю чтобы пошире было дырочку закрыть лишнее убрала подтянула можно подсушить ну всегда смотрите нужно вовремя остановиться я вот еще говорю дальше давайте будем прорабатывать вниз тоже сначала все у нас голубое поставили заводим маски я вам показала рассказала заводим я просто обожаю вот эту технику мне кажется она вообще очень живая и на самом деле не сложно мастеров к сожалению рисующих сейчас очень мало шермикон это это понятно что мы все там это клеем и будем клеить и это единственный вариант там для опоздавших клиентов когда там надо быстро быстро и вот здесь еще один поставила его уже мне смотрите его раскладываю прям вот так хорошенько его мне нужно нажать и дотянуть прям вот сюда сердечки 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 спасибо я вас тоже очень всех люблю мне очень приятно я кстати такой человек не больно то общественный я тут недавно только свою страницу в инстаграм личную открыла для меня это было тяжело я хотя очень люблю общаться когда у меня есть время чем смогу всем помогу вот но как то я тяжело вот к чужим людям все равно отношусь какая адекватная стоимость если адекватно вы рисуете чисто и смотрите на свою клиентскую базу сейчас просто столько мастеров что дизайн вам девочки нужен для того чтобы просто увеличивать свою стоимость я вам вот как я бы сделала если бы я сейчас была мастером маникюра и работала я бы два ногтя включала в стоимость и там например моя цена была бы я не знаю там но я когда уходила у меня ногти стоили две пятьсот там полторы какие-нибудь обычные и две пятьсот если вы там роспись форма какая-то сложная слайдер топ еще раз внимание слайдер топ потому что сейчас я начну работать белым это не все хотя можно было закончить 30 секунд так перезайди жалко будет потерять все сейчас я еще раз белом поставлю мазки и перезайду нет не потеряйте я здесь все равно слежу леночка немченко пришла ко мне на китайскую роспись через сколько лет ты ее стала рисовать мы потихоньку потихоньку вывели что надо сначала с художки до учиться что нужно сначала что сначала нужны тонкие линии итак девочки я беру теперь белую пасту надеюсь вам хорошо видно кисть у меня тоже овал и теперь я ставлю верхние блики уже белым тоже сразу ставьте так чтобы не нужна была вам прорисовка по чуть-чуть я знаю чтобы мне нарисовать на клиенте да такой дизайн и чтобы например было вау мне надо сделать три типса вот я перед вами сейчас готовлю мне же надо чтобы было вау вот этот типс 3 вы же видите прекрасно я тренируюсь я вот так вот бухты барахты не сяду и но не сделаю все равно мне нужно вспомнить отработать знаете что девочки заметила как плохо без спорта я вообще унылая прям вот у меня вот сил нет вчера видели кто вот видел мы вчера сыркой нас не пускают марафон наш тренер сказала что мы ленивые жопы пошлите с нами в марафон она делает нет не просто после ее тренировок охота вообще жить и существовать и что-то делать и двигаться как кому интересно там вы найдите просто ирины юфатовой и если чем не в личку пишите можем общаться потому что здесь на этой странице школы здесь админы сидят заказы принимают если вы хотите там что-то лично мне спросить ирина юфатова там не найдете есть все белом только два раз два там дальний ряд там можно не делать хорошо сушим я перезахожу дома тренируемся она нам такие тренировки делает что осталось только делать вот мы еще одну ей должны девочки я перезахожу и она и она и она и